26 ноября тренеру детско-юношеской спортивной школы Вадиму Валентиновичу Туманову исполняется 70 лет. В канун этой даты на базе спортшколы собрались ветераны лыжного спорта, его воспитанники. Они делились новостями, рассказывали о том, чем занимаются, говорили о планах на будущее и много вспоминали. Вся жизнь Вадима Валентиновича Туманова связана с лыжным спортом. Еще мальчишкой-подростком пришел он в детско-юношескую спортивную школу, сразу завоевал уважение среди сверстников. Он был одним из лидеров юношеского лыжного спорта. Команда всегда ему доверяла первый этап в эстафетных гонках. Во время обучения в ДЮС США было все, множество соревнований различного уровня, учебно-тренировочные сборы, крепкий сплоченный коллектив сверстников, увлеченных лыжным спортом. Мальчишка наш такой крепкий по сравнению с другими. Он такой был всегда крепкий, он мог за себя всегда постоять, он мог сказать, он мог сделать. Иногда вроде даже и дерзкий, но без этого характер у спортсмена не может быть другим. Так что помню соревнования в Кенешминобластных, эстафета, и я, значит, там присутствовал, я был на трассе, я посмотрел, как наша команда занимала какое-то, я не знаю, там, ну не первое место. И вот на этап ушел Вадим Валентинович Туманов, и вот так он хорошо достал всех предыдущих и пошел, и команды, мы тогда команды, значит, были первыми. И вот хотел все��, ну, Валерий Туманов, я сейчас уже, знаете, и вот Юрий Михайлович, да, они что-то занимались там, вот пришел в спортшколу, они еще выступали в соревнованиях каких-то. И мы все после, в институте хотели их все обыграть. Вполне естественно, что Вадим Валентинович выбрал себе профессию тренера-преподавателя спортивной школы. Но до этого еще были учебы в Ивановском государственном педагогическом институте, на факультете физического воспитания и службы в рядах Советской армии. Тренерскую работу Вадим Валентинович начал в Добровольном спортивном обществе труд. Одновременно тренировался сам, участвовал в зональных соревнованиях, в российских соревнованиях, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Вспоминает, что на первой фабрике была сильная команда любителей лыжного спорта. К кончанию армии меня пригласили работать на коллективной физкультуры в фабрике номер один. Там были спортивные школы при профкомах. И там были, конечно, условия совсем другие, не как в спортшколе. Потому что коллектив были деньги, было все. И был уже взрослый спорт. Занимался. После приходили на коллектив, кто не поступал в институты, приходили, спортсмены. Приходили заниматься к нам лыжными гонками. Я был тренером, старшим тренером по лыжным гонкам. У меня еще было два тренера. Плюс я уезжал с основными. Там постоянные сборы были. Потому что был труд сборной Ивановской области. Там были сборы. Опорный пункт олимпийской подготовки был. И вот основных я с собой возил. Это почти круглые сборы были. Начиная с лета, с июня и кончая марта. Участвовали. Самый такой основной у меня был сильный гонщик. Ее сейчас нет живых. Сергей Бреханов. Он, конечно, очень много побеждал здесь, в Ивановской области. Юношей всех. И выступал на профсоюзах. Вот лыжный комсомольский кросс. Лыжный. Там был СССР еще. В городе Мурманске. Это в апреле был. И он был где-то в тридцатке, где-то в двадцать шестом, в двадцать седьмом. Это был хороший результат очень. Вадима Валентиновича Туманова за плечами большой стаж работы. Многие ученики его стали педагогами в физ. воспитании, тренерами, а также инженерами, врачами. Большого успеха в тренерской работе добился Александр Веселов, который был тренером молодежной команды России и команды Китая по лыжным гонкам. Первый тренер был Вадим Валентинович, который именно посвятил и дал нам веру в себя и любовь именно к лыжным гонкам. Это первый тренер, с которого мы начинали первые шаги, первые азы в лыжных гонках. Он научил нас, как правильно стоять на лыжах, как правильно ходить к лазькам, как правильно кататься коньком. Научил нас, чтобы были упорными, чтобы мы никогда не задавались, чтобы именно всегда шли вперед и достигали своих целей. Когда тренер любит свою работу, то, естественно, и ученики тоже любят тренера. Они ходят на занятия. И кого можно уже ждать? Кем они будут в основном? Они же все и шли на факультеты физ. воспитания. Сначала Иванский педагогический институт, потом Шуйский педагогический институт становились тренерами. Очень хорошие бывали, значит, года. Ну, это как и у всех тренеров. Год бывает или там поколение какое-то идет сильное, потом это поколение меняется и поколение другое. Вот, очень помню, хорошее впечатление оставил поколение, вот где занимались у нас мальчики. Это, значит, Веселовы, Александр Ключарев, Дмитриевич, Сябитов, Брюханов. Ну, в общем, очень много мальчиков. И, конечно, в один институт тяжко было. Нужно было их все время держать в форме, съездить с ними на сборы, на соревнования. И всегда велась вот такая работа. И, что характерно, значит, очень Вадим Валентинович также много отделял внимания и в летнюю подготовку. Для других лет это отпуск у нас раньше был. А осень, зима и весна, это работа. А без круглогодичной тренировки уже работать было невозможно. И постоянно, значит, работали лета. Вот, у нас у всех были уже, у большинства ведущих эти были лыжероллеры. И, значит, проводили соревнования. Соревнования здесь не проводились. Всегда эти большинство соревнований проводили в городе Полесе. К нам приезжали туда все ближайшие области. И Москва, и Владимир, и Ярославль, и Кострома. И вот эти соревнования, конечно, все проводились, большинство нами во главе с Вадимом Валентиновичем. То есть организация, самопроведение, подсчеты. Вот, и до сих пор эти соревнования проводят уже под эгидой скалы. Но организатором, началом, это была наша детская спортивная школа, в которой работал Вадим Валентинович. И добивались хороших результатов. Я, Вадим Валентинович, знаю не так много, как его коллеги по работе. Потому что все-таки разница в возрасте у нас большая. Вот. Я на самом деле не был его воспитанником. Меня воспитывал другой тренер, Смирнов Арей Алексеевич. Но я помню точно, когда мы были мальчишками. И только начали заниматься лыжным спортом. В это время как раз лыжи уже стали приобретать такой яркий характер. Много показывали по телевизору. Появились разноцветные комбинезоны, разноцветные лыжи. Вот. И в это время я как раз увидал такого богатыря, как Вадим Валентинович Туманов. Он выделялся из всех спортсменов своим мощным торсом, своей мощной фигурой. Вот. Нечего скрывать, что он был грозой области. То есть его и боялись соперники, и уважали. Вот. У него еще друг есть. Вячеслав Владимирович Поляков. Вот они вдвоем были для меня лично таким эталоном настоящих лыжников. Вадима Валентиновича я знаю очень давно, более 40 лет. Помню его еще, когда он был молодым, активно занимался хорошо лыжным спортом, гонял на лыжах. Был неднократно чемпионом городских, областных соревнований, призером всероссийского значения. Был один момент, который помешал ему стать мастером спорта лыжных гонок. Это была гонка такая в Союзе. И буквально на последних метрах перед финишем у него сломалось крепление ботинка. А так бы это действующий кандидат мастера спорта, но был бы однозначно мастером спорта. Хотя мы его считаем специалистом, профессионалом с большой буквы. Вадим Валентинович всегда при любом случае готов прийти на помощь. Как добрым словом, так и делом. Сколько раз я лично сам обращался к нему в подготовке лыж накануне соревнований. Причем надо сказать, что он отлично готовит лыжи. Действительно, после того, как он наколдует, поколдует с лыжами, лыжи несут тебя сами. Также Вадим Валентинович является человеком добрым, честным, порядочным. Вадим Валентинович уже много лет, около, наверное, полвека работает именно в сфере детско-юношеского спорта. Развивает данный вид спорта и способствует воспитанию детей. Начинал он, конечно же, со взрослых. Работал в свое время при фабриках, как из рассказов Вадима Валентиновича. Потом уже продолжил работу в 5-й областной спортивной школе, как в филиале, ну и, соответственно, в нашей детско-юношеской спортивной школе. Вадим Валентинович особое внимание именно уделял еще не только воспитанию подрастающего поколению, но и он очень много владеет техникой, организацией, подготовки лыжных соревнований, с чем в основном нам и приходилось совместно работать. Это наша знаменитая лыжная гонка «Фурмановская лыжня». Именно благодаря Вадиму Валентиновичу у нас каждый год проходит подготовка и организация этой сложнейшей, серьезной тражцы, которая состоит примерно из 10 километров, но большая часть находится в лесном массиве. То есть, можно сказать, это детище Вадима Валентиновича в плане подготовки и организации. Но кроме этих лыжных гонок, Вадим Валентинович, конечно же, очень много внимания уделяет и подготовке трассы для самой детско-юношеской спортивной школы в рамках подготовки различных первенств районных и областных, которые здесь у нас проходят. В последнее время активно у нас проводятся соревнования «Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Россия», в которой также у нас Вадим Валентинович имеет прямое отношение именно в подготовке этого мероприятия. Сам Вадим Валентинович очень трудолюбивый, ответственный и серьезный человек. Он воспитал очень не одно большое поколение, среди которых есть и перворазрядники, и кандидаты в мастера спорта. Их, конечно, перечислить много, так как за свою трудовую деятельность это практически 49 лет. То есть, это подготовил огромнейшее количество детей, воспитанников, которым дал, можно сказать, путевку в жизнь. Ведь тренер – это не просто тренер для детей, это в первую очередь друг, соратник, помощник, который где-то помогает и в каких-то психологических моментах настроить. Ведь спорт влияет не только на физическое развитие, но и умственное, психологическое, вообще становление ребенка в будущем. То есть, он как второй родитель у нас, можно сказать, для большей части поколения. Я думаю, многие, кто его знает, Вадим Валентинович, вспоминают о своем тренере только с теплыми словами и воспоминаниями о той деятельности, когда они занимались. Ну, с Вадимом Валентиновичем мы знакомы давно, еще вместе работали. Он на первой фабрике, я на третьей фабрике в правкоме. Он занимался лыжами, я занимался другим видом спорта. И вот на протяжении вообще всю жизнь я знаю Вадима Валентиновича как хорошего лыжника. И вот редко бывает, что из хорошего лыжника получается хороший тренер. Вадим Валентинович совместил, он сначала тренировал взрослых на фабрике, там лыжники, потому что фабрика гремела лыжами, сам бегал хорошо. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Вот, много их подготовил. И вот хочется сказать, что потом переквалифицировался на детского тренера и ушел, когда все это со времен перестройки. И вот, и детским тренером он уже работает около, наверное, 30-35 лет. И вот готовит молодую. В общем, все, что связано с лыжным спортом, это у нас Вадим Валентинович Туманов в городе Фурманове. Вадим Валентинович Туманов продолжает заниматься тренерской работой. Растит молодое поколение. Сейчас у него одна группа 2010 года рождения. В основном девочки, говорит он. Им еще предстоит постичь азы спортивного мастерства. Я, конечно, благодарен, что сейчас занимаются у меня самые такие энтузиасты лыжным спортом. Приходят после 8 уроков, уже время полчетвертого, 4 часа темно, но все равно приходят, занимаются, тренируются. А тренировки непростые. Так просто что-то тренироваться. Надо результат какой-то. Конечно, в эти юбилейные дни в адрес Вадима Валентиновича прозвучит много искренних поздравлений от коллег, ветеранов лыжного спорта, бывших и нынешних воспитанников. Все, кто его знают, скажут, что в такую замечательную дату, ему исполняется 70 лет, он выглядит просто на 5 с плюсом. И, наверное, каждый хотел в его возрасте выглядеть так же. Что еще хочу добавить? Замечательный друг, очень компанейский человек. Мы празднуем спортивные предприятия вместе. Вот, хороший семьянин, да, он воспитывает своих двух внуков, любящий муж. В общем, Вадим Валентинович, хотелось бы тебе пожелать в твои 70 лет продолжать в том же духе, не понижать градус, ну и быть примером для всех нас, для всех тех, кто тебя знает. Оставаться таким же целеустремленным, целенаправленным. Чтобы у него еще были воспитанники, которые бы им всегда гордились. Самое главное – крепкого здоровья, долголетия, всего-всего самого хорошего. Хочу сказать – здоровья, и пусть еще поработает.